Здравствуйте, друзья! Я сегодня решил сделать одну такую, так называемую, луизианскую солянку. Одно из самых популярных блюд в Соединенных Штатах, специально на юге Соединенных Штатов. Называется Shrimp and Smoked Sausage Gambo. Вот рецепт. Значит, это зеленый перец, 4 палки сельдерея и 1 лук у меня здесь. Дальше продолжаем. 900 грамм это бульона куриного. Потом 2 паунда это почти 1 килограмм, немножко больше. Креветок, которые с панцирями, но они почищены. Вена у них вынута. Но панцирь я снимать не буду, потому что они и придают определенный аромат. Так, дальше. Вот это вот специи. Но это я так на глаз сделал, потому что к концу, когда я буду проверять суп на соль, я, может быть, добавлю еще вещи. Значит, это соль с перцем, с этим, с чесноком. Здесь также чесночный порошок с пряностями. Так, розмарином, немножко базилика. И вот это вот, последний, это так называемый креол сизонинг. Он используется просто вот придавать вкус луизианы немножко к любому ястью, если вы туда посыпите. Но здесь есть соль, поэтому я внимательно. Я взял только одну, значит, столовую ложку. И это столовая ложка. Потом посмотрим, как будет на вкус. Я немножко копченой колбасы для свиной копченой колбасы с Алабамой. Здесь в магазине продается. Значит, немножко табаску соуса будем использовать. А также вот это вот так называемая промышленно приготовленная смесь для гамбо. Здесь, в сущности, что? Это обыкновенно большое количество специй. Также так называемая ру, только оно высушенное. Ру – это смесь муки и жира 50 на 50. Обжарена и потом помещена в духовку на достаточно долгое время, пока оно не превратится в один из самых лучших ароматизаторов, которые используются в кулинарии юга. Обыкновенно она очень бывает часто коричневой. Здесь я вижу, что она просто смесь сделана, видно, промышленно. И немножко другой цвет. Но я в будущих видео буду делать, как производится ру. Просто у себя дома можно сделать и все. Ну, вот это вот покамись. Значит, в данном моменте покамись у меня варится рис. Я нарежу овощи. Овощи режу достаточно грубо. Почему? Потому что иногда мне просто лень. А иногда, например, некоторые блюда с этой комбинацией овощей просто варятся очень долго. Когда они варятся долго, вы нарежете все же более грубо, более большими кусками. Все же можно видеть, они не исчезают в бульоне, как говорится. Так вот. Грубо, большими кусками. Еще один элемент здесь. Это называется замороженная порезанная окра. Окра – это продукт, называется окра на английском, это бамия по-русски, по-болгарски это бамия. Бамия очень распространена на юге в Соединенных Штатах. И, значит, одна из самых вещей, которые она делает, когда вы добавляете ее в жидкость, она превращает, как говорится, эту жидкость в более вязкую и создает такое чувство, вот как будто подливой. Все равно, что вы зажарили муку и бросили. Просто такой продукт, я называю это чудо природы своего рода. И я много лет жил в Болгарии, и там тоже самое. Это один из национальных продуктов. Так вот. Когда вы делаете гамбу, повара с нервинси, например, говорят, что в сущности даже удобнее использовать замороженную окру, замороженную бамию. Почему? Потому что когда она размораживается в супе, когда вы прямо бросаете, у нее этот эффект стягивания увеличивается, это становится быстрее, но с другой стороны окра не распадается. Если вы кладете новую окру... Я извиняюсь, если я сделаю быструю вставку. Не новую бамию окру, а молодую, свежую, незамороженную. Она иногда может распасться на кусочки, а это замечательно. Так вот, это один из продуктов. Продолжаем дальше. Поехали готовить. Продолжение следует... Здесь покипело немножко. Я сейчас его уберу с огня и буду его класть в более большую кастрюлю. Добавлю еще как слитер с чем-то горячей воды кипятка. Пусть поварится минут 30-40. Я беру эту базу для гамбл. И смешаю ее хорошо с ледяным бульоном. Бульон у меня стоит в холодильнике. Чего я это делаю? Это что-то вроде крахмального такого смеси со специями. Очень хорошо делаются подливки. Добавляется ледяная смесь с водой, ледной водой в горячую. Чтобы не было этих маленьких кусочков, как на английском называются, лампс. Так вот. Камень я его оставлю. Она в холодной воде. Сейчас, когда еще придет несколько минут, я его вылью в кипяток тот-другой. А потом буду пробовать на соль, перец. Еще придется добавить специи. После чего будут добавляться уже корветки и колбасы. Я вижу, что сама эта смесь полна специями и высушенная. То, что печеная смесь муки и жира. И видите, это что-то все красноватым. Может, оно было выглядеть светлым для меня. В основном, все бульоны, которые сделаны на базе RU, так называемом, они выходят красноватыми или коричневыми. Вот и вижу он. Эта смесь восстанавливает цвет. Сейчас, через несколько минут, я просто это вылью в бульон, тот, который варился там. И посмотрим, что вылет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неблаго воды еще, только дедушка. Посмотрим. Попробуем соль. Ничего, сейчас сюда пойдут креветки. И эти креветки просто еще придадут соли немножко. У меня жбамия. Жбамия. Смотри, холодно. Немножко, только пена появилась от Бамии, но это окей. Вот смотрите, сгустился супик, что то, что нам надо было. Еще сюда положу креветки. Еще будет, приехали креветки. Креветки готовятся быстро. Сейчас верну на, чтобы поднялась температура немножко супа. Помешаю все. И сейчас они уже становятся красноватыми. Практически несколько минут. Через несколько минут я добавлю колбасу, которую я жарил в начале. Это отрывочка. Сейчас потихоньку начнем сервировать. Могновенная чашечка. Сейчас ее заполню рисом. Беру быкона побольше риса. Я люблю ее рис. Хороший рис. Все нормально. Креветки уже. Все. Быстро ее сюда. Сосать. Я ему просто дам здесь настояться. Еще несколько, пару минут. Все вырезаю. У меня здесь получилось. У меня, если я не ошибаюсь, вышло почти галлон. 4 литра. Все вышло замечательно. Пахнет здесь, если бы столько поднюхать. Пальц можно. Так. И вот так вот сервируем. А потом можно сверху немножко положить только зеленого лучка. И выходит замечательно. Вот вам быстрая гамбо нью-орлендская. Только это не креол, это кейджин. Я не использовал продукта, ничего не связанного с помидорами. И выходит очень вкусно. Аромат сногсшибательный. В следующий раз буду делать все с нуля, как говорится, не используя промышленные продукты. Вот оно есть. Вкусно. Окра идеально приготовлена. Прибавился аромат сильный. Сильные креветки, потому что они в панцирях. Я бы к нам панцирь не выбрал. Ну все, ребята, на сегодня. Все. Веселых вам новогодних праздников. И увидимся через несколько дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...